следующий карандашик это уже для губ от кирлан номере 170 nude beige та же самая история вот ведь не проталкивался не проталкивался потом бабац но ничего страшного страшно девочки о не делайте так как я этот могла сделать только я так посмотрю если я смогу его его реанимировать да если нет у нас реально будет немножко покороче вот кирлан губы тоже самое очень большой пробел хотя в принципе два-три раза им пользовалась за эти три месяца но реально мне кажется просто неправильно замерила эти два карандаша но в принципе ничего страшного следующий карандаш который у меня уже настоящий прогресс вот видите на две клеточки и реально почему потому что я его точила его протолкнуть невозможно и я им заполняла полностью губы очень красивые классные мягкие вот эти вот карандашики от ламель это просто бомба ракета я очень жалею что я не могу его проталкивать а получается точить а раз вы точите то есть один раз накрасил и точите один раз накрасил и точите и это очень обидно вот его результат пардон вот он результат тоже в две клеточки а также у меня в две клеточки это карандаш от ламель в номере 01 его мне уже удалось протолкнуть ведь он более светлый то есть этот карандаш я могу использовать и как контур а этот карандашик у меня просто идет как такая нюдовая помадка сейчас все становится теплее светлее и хочется каких-то более светлых вот таких вот помадок я думаю что в следующем месяце в следующем отчете мне тоже пойдет продвижение и тут на две клеточки и тут две на клеточки чему я очень рада следующий карандашик от эвелин номере 14 меня продвинулась всего лишь на один квадратик это в номере 14 хотя мне это очень удивило что всего лишь на квадратик так как это деревянный карандаш и его надо точить сегодня кстати говоря я тоже им накрашена очень классный карандаш единство что надо очень аккуратно да им красить губы то что может царапать из надо затачивать удобно здесь хоть игра есть точилка но ее я не пробовала я то чуть ну своей родной точилкой следующий карандашик у нас идет карандаш от джейд ведь вот какой он был огромный и так же результат на две клеточки девочки тут с этим карандашом он также деревянный он у меня очень долго лежал или может быть он у меня падал не знаю когда его затачивала получилось так что два раза заточила в пустую так он ломался но слава богу сейчас вот он не ломается я с удовольствием тоже прилично раз пользовалась те кто смотрят мои влоги я там стараюсь это все использовать чтобы вам реально все наглядно показать и последний карандаш девочки это карандаш от essence номере 02 bad first экспресса добавляя его девочки в проект почему так он у меня засох это карандаш я так понимаю для глаз но я буду его использовать для губ пару дней назад его использую как помады опять же вы увидите это в моих влогах вот я его замерила впервые написала до красным цветом так как это у нас входит проект и замерила его проталкивать я не могу здесь не получается хоть хорошо эта попка открылась но там вот сколько я не пыталась а вот только вот этот пластик ломается да и все поэтому его придется точить но он подсох и я уже говорила не раз и скажу еще раз пожалуйста у тех кого из essence проверьте свои карандаши прошу они имеют такое свойство засыхать и очень жалко хоть они у нас и бюджетные но так все эти карандашики от essence я получила в подарок мне жалко просто жалко до их терять добавляю в проект закончить девочки вот такой вот автоматический карандаш от фирмы essence название purple heart 19 еще он у меня просто напросто выпал полностью отсюда карандаш я даже не знаю как я его до оттуда обратно запихнула если вот так вот подтянуть он полностью выкручивается и сегодня у нас последняя неделя марта я его беру в использовании сейчас постараюсь вот это все что мне осталось но я уже с тех пор как взяла в его в проект исполи успела и попользоваться им уже три-четыре раза и хочу наверно буду краситься им каждый день чтоб закончится мало того что он выпал так он немножечко подсох у меня такое ощущение что он и крошится из-за того что он подсыхает честно говоря за всю историю того что я крашусь это у меня второй карандаш который плохо себя ведет от essence именно к девочке говорили да что essence портится карандаш игра но у меня все хорошо и вот тебе раз он выпал полностью до этого просто не хочу сейчас его сильно тянуть прямо видно было рисунок да как он здесь вот вставлен в пластмассу короче говоря постараемся мы его добить чем побыстрее пока он окончательно не испортился и посоветую всем девочки проверить свои карандаши от essence на их качество не подсыхают ли они так у меня этот подсох он автоматический то есть да многие говорят что если вы берете гелевые карандаши проталкивать они там теряется портится гермичность так далее не девочки это автоматически ничего не проталкивала ничего ему не делала вот так вот он сам по себе и я хочу сказать он относительно новый и результат в карандаше который также не был у меня в проекте но мне его пришлось внести туда карандаш от essence номер 19 purple heart девочки это был карандаш вообще-то для губ но я его тут есть еще такая точилочка но я его использовать для глаз так очень до такой темный 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 цвет ведь он уже ничего нет и я вставлю вам фотографии какой был грифель и вот тот кусочек грифеля я использовала буквально за неделю то есть я им красила каждый день глаза и один раз я закрасила им полностью губы он был не новый я им уже пользовалась и как на губы полностью как и на глаза я часто им пользовалась но вот тот кусочек который вы видите на фотографии буквально у меня ушел за неделю это ненормально такой грифель не может уйти за неделю а почему потому что он тоже подсох когда я красила глаза он ломался как раз а губы он ломался до плешивил поэтому получалось надо много наносить продукта и из-за этого когда как бы я пришла и проверять этот карандаш есть еще один карандаш от essence более светлый но туда его и не на губы и никуда не деть опять и наверное по результатам закончилась на тенюшка как хайлайтер я использовала тенюшка от фирмы estee lauder меня было немножечко с прошлого года но все как говорится закончилось чему я очень рада все остальные тени я здесь не дотрагивалась только не все равно у меня ну хотя они у меня и участвуют в проекте но я специально не выковыривала отсюда эту рефильчик для того чтобы видеть да что у меня было в начале проекта и чем у меня также в использовании я его не замеряла это бальзам от и фруше ванилька я его не замерял так и собираюсь его использовать до самого конца вот это все что мне осталось я уверена что это закончится очень быстро они очень кремовые мягенькие но их также очень часто надо обновлять первая пустышка в этом году это помадка от вен сабо в номере 01 с линейки мерси я ее использовал полностью как домашнюю помаду очень классный был вот сколько у меня уже лежит да это пустышка а запах сногсшибательный следующим я закончила очень вот такой вот бальзамчик для губ вот в таком названии это был также подарок с беларуси от катюши полностью использовала на нет очень классно на зимнее время девочки для лета он может быть и немножко плотноватый а на зиму самое то очень рада что я его оставила добавляю бальзам для губ с черничкой вот такой красотой мой проект добить в этом году так как девочки он во первых заломался немножечко тут что-то к нему прилипло сейчас я поправлю это во первых он заломался во вторых тут его вну буквально капелька и и сколько может он уже как говорится жить в моей коллекции поэтому сейчас я его до буду использовать в принципе он относительно относительно новый чуть-чуть как говорится мы так вот его под использовали же использовал такой вот бальзамчик blueberry lips balm вот он как бы выглядел детским до до самого конца мы даже сыном немножко вначале вместе пользоваться а потом я решила добавить добить его но я вам хочу сказать девочки это для детей не то вот это вот вся часть смотрите какая она шершавая она царапает губы между даже честно говоря да когда душа я не могла понять что мне царапает губы вот это вот штучка царапает губы поэтому если у кого-то есть такие бальзамчики вы даете их детям пользуется смотрите чтобы они не поцарапали себе губы когда она доходит до конца а само оформление очень милая и очень классненькая сегодня у нас 29 марта добавляя вот такой вот бальзам гигиеничку от фирмы рута балм называется такая красота сегодня я его открываю впервые тебе какой он красивый такой желтенький я думала будет пахнуть бананчиком и не могу сказать что у него есть какой-то запах такой но девочки он очень 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 мягкий очень такой кремовый прям такое ощущение знаете как масло в стике я ему уже вот видите один или два разика мазнула очень классный очень дальше теперь он у меня участвует в проекте закончить он не дает цвет да хотя он такой желтенький но у него такой знаете такое ощущение что там масло в стике аж сногсшибательная текстура боже я я не могу нарадоваться очень классная масло для губ вот к народные рецепты крем масло для губ хочу попробовать она между давно лежит а также сайта айгерп я кота заказывала танджерин бриз беджерли бам тоже думала на подарки теперь решила себе и нашла где-то у себя в такой же сиеррабис вот и текстура сиеррабис мне не очень нравится но так он у меня уже есть да это как у нас помогали нет со вкусом граната все-таки попробую его в этом году до бить посчитаем сколько у нас пустышек у нас тени один в тени 2 1 помада и 2 бальзама и того у нас получается 5 пустышек честно говоря не очень много но я довольна результатами хоть какими-то так как я опять же повторюсь нахожусь в отпуске и мало уходит у меня косметики но я стараюсь стараюсь и в тенях и тени хайлайтер я добавила большие дырочки поэтому следующий раз я надеюсь что у меня будет еще хотя бы минимум пять пустышек расскажите как проходит ваши проекты какие успехи у вас с удовольствием по отвечаю и отвечу а также девочки все кто заходит на мои ролики я вам возвращаю просмотры по-настоящему от начала до конца с просмотром рекламы вместе с комментариями и с добрыми пожеланиями а на этом я с вами прощаюсь всем до новых встреч пока пока